Все время была Маша в колясочке, ну сначала, наверное, даже, да, вот, потом в колясочке. И с утра до вечера Юля работала вместе с Машей, Маша ее в колясочке поддерживала. На все форумы, на все конференции они ездили вместе, всегда, и Москва, и Сочи, и Минск, везде вместе. Друзья, я даю вам слово, я хочу, чтобы вот этот момент запомнился вам на всю жизнь. Это ваш момент признания. Когда родители передают свой опыт детям, они создают прочную основу для совместного ведения бизнеса, и молодые поколения часто приносят свежие взгляды и инновационные идеи. Они самые лучшие, и, конечно, они лучше понимают современные технологии и тренды. В свою очередь дети получают возможность учиться у своих родителей, принимая их многолетний опыт. Они учатся принимать важные решения, учатся быть управленцами. И прямо сейчас еще раз громкие аплодисменты звучат для этой прекрасной пары, этой матери и ее дочери, конечно же. Вам громкие аплодисменты. Юлия и Мария, по традиции, делаем памятное фото вместе с вами. Прямо сейчас все внимание в объективы камер, и громкие-громкие аплодисменты. Спасибо большое, и не вам, конечно же. Спасибо. И предоставляем вам слово. Здравствуйте, семья Фаберлик. Начнем с самого интересного. Это то, что у нас внутри. Это с мечты. У каждого есть мечта. У меня было когда-то давным-давно, но она практически исполнилась на 99%. И началось все это, как говорится, с мечты. Я зарегистрировалась в компании Фаберлик в 2009 году. Нет, в 2006. Там аж я родилась в 2009. И зарегистрировалась я, чтобы покупать продукцию со скидкой дешевле. Через год на форуме, на большом, в этом же зале, но только на большой сцене. Я сидела на заднем ряду и смотрела, как на сцене поручают дипломы, сертификаты, подарки. И так сидела на заднем ряду и говорю, я тоже так хочу. Стоять на сцене Дворца Республики Беларусь. Спасибо. И после принятия решения я закрывала звание через три месяца. Звание директора. Но Дворец Республики так до меня не добрался, или он до меня не добрался. И так получилось, что награждение было, но на другой сцене. Но у меня-то Дворец Республики маячат перед... Через некоторое время родилась Маша. Через три года. Уже другие заботы, другие планы. И получалось так, что... Все-таки, как говорится, мечта, она все равно, она держит, она же не отпускает. И с Витебска мы потом переехали в Молодично, в свой родной город. В первую очередь я открывала офис, чтобы общаться со своей командой. И потом уже, конечно же, росли обороты, рос доход. И на то время, как Наталья Леонидовна говорила, что да, офис единственный был Молодич на то время. И хотелось дать такой сервис, чтобы люди покупали. Не просто покупали, а приходили за информацией. То есть до сих пор благодарны всей структуры, не только моя, что можно прийти, посмотреть, понюхать, пощупать. Вот. И да, офис тогда и на то время, и сейчас в десятке лучших. Это для меня тоже очень ценно. Да. Молодечно. Как уже известно, с самого рождения, в том числе и до рождения, я уже была с вами. Помните, может, кто в форум в виде дискотеки? Вот. С вами я уже тогда была. Ну и продолжаю сейчас на всяких презентациях, форумах и обучениях. Кстати, про офис. Я переставляла баночки, как мне хочется. А я переставляла баночки, как мне нужно. И так было у нас познание косметики вживую. Когда Маше уже было 4 года, так получилось, что мы снимали видео для молодежного движения компании «Фаберлик» в Москву. Да, и съездила 7 недель, это были незабываемо. Потом был Сочи. Маше было 10 лет. Да, море. Но мы ехали учиться, мы учимся. Вы представляете, у меня море впервые в жизни. У меня море там за стенкой. Но мы же учимся. Маму, кстати, тогда поздравляли часами за ВИП-200 именно там. Да. Я Машу учила с рождения всяким бизнес-штучкам. И уже в школьном возрасте я отправила ее на бизнес-школу. И когда она пришла и рассказывает, что они там изучали, я понимала, что в 20 лет я знала эту информацию. Точнее, узнала эту информацию. А она уже начала изучать. Это в 9. Исследуя моему примеру, ей что-то хотелось свое, интересненькое. И первый ее стартап – мыло ручной работы. Да, благодаря этому, когда мне наскучил мой детский велосипед, я покупаю себе велосипед моей мечты на литых дисках. На то время в Молодечное их было всего 5 таких эксклюзивных. Ну, вы просто представляете, что я ощущала, когда ты купила велосипед за свои первые заработанные деньги? В таком плане. И когда на тебя смотрит весь город. Да, Маша мой самый сильный мотиватор. И когда ребенок купил первый велосипед в 11, я просто поняла, что она сможет все. Если у Маши получилось в ее-то 11 покупки на ее возраст, то у всех сидящих в зале обязательно все получится. Ну, а я просто понимала, что у Мамы работа, свои траты, покупка машины с бантиком из салона. Да, мы растем, пускай, и потихонечку. И в 2017 году я открываю звание старшего директора. Еще одна ступенька достигнута. И достигается следующее, что я покупаю квартиру сама в новостройке, которую мечтали, которую с Машей выбирали, которую вот прям вот она вот родная, вот прям как будто мы зашли, и вот прям вот оно. Вот. Это шикарное чувство. Мы с мамой так друг друга мотивировали. Представляется, ну вот прям так сильно, что уже после покупки квартиры я покупаю себе телефон, который я хочу. Ну, я просто думала, а кто будет для себя и для мамы крутые видосики снимать. Вжух! И одна строчка из целей, из ближайших целей выполнена. И вот, наступает Маше 14 лет. Но она зарегистрировалась через полгода. Это ее осознанный выбор, и не только с датой в паспорте. И да, это растет мой молодой, издиктный сучу моей команды, но это самый молодой, будущий директор. Так, и она развивается. И развивается она со своими одноклассниками, школьниками, подружками, со своей молодежью. Да, развиваясь со своими девочками. Но тут возникла одна проблемка. Когда я говорю девочкам, покажите каталог маме, папе, родственникам, лично мне уже показывать некому. Мама уже всех зарегистрировала. Ну-ну. Да, у девочек там интересно. Я хочу сказать, что я тоже за любой движ. И мы стараемся с Машей бывать на всех форумах, на всех собраниях. Не пропускать ни одного. То есть все, что организует компания.